всем привет сегодня хочу поделиться с вами своим впечатлением об использовании беспроводных наушников от компании xiaomi air dots 2 те что вы видите с тобой сейчас перед экраном поехали пользуюсь этими наушниками примерно уже около полугода и сразу себе чехол не прикупил и покажу вот эти пользуюсь ежедневно на тренировке на пробежке с собой на работу даже берем свечи как она начинает стираться все усеяно мелкими царапингами все из-за того что берешь ложишь его в карман бокс для наушников и там об телефоне царапа запчехол плюс на телефоне на чехле и сзади металлические такая металлическая основа для автомобильного крепежа она тоже свою очередь хорошо царапает но хорошо то что даже все когда по царапанного такими мелкими царапинками особо это в глаза не бросается то есть в принципе для использованию это принципе никак не мешает абсолютно в принципе там за их цену как они на данный момент стоят там там около 15 долларов примерно плюс-минус особая ну как бы конечно как технику то любом случае жалеешь но смело пользуйся и особо не переживаешь там за какие-то мелкие царапинки купил себе доз 2 я еще но из-за того что у меня были первые очень был доволен и купил сразу же с тебе естественно через время и вторые через на на больше года использования первых купил себе вторые ну если честно я первым был очень доволен но во первых был были бака они не бывает немного долго сопрягались а бывало теряли связь и поэтому прикупил себе вторые вторые скажу честно значительно лучше естественно еще дольше автономность плюс в принципе можно сказать что молниеносное соединение с телефоном очень быстро соединяются также хочу добавить что в день в среднем я на пробежке хожу там четыре с половиной пять километров пробегающие дополнительно то что еще очень в чем я их используешь и у меня еще ни разу даже бокс не садился то есть я его через время определенно подзаряжаю но хватает его на очень долго то есть наушников на часов на четыре на пять на пять прослушивания музыки бывает там что-то делаешь включаешь там все видеоролики и ну на очень долго наушников хватает но в быту кроме пробежек там тренировок чаще я использую именно по одному наушнику то есть это удобно плюс ну они вакуумные наушники и ты когда всталяешь их у нового наушника вообще принципе не слышишь окружающую среду это да это как бы создает такую определенную опасность скажем так они простые басы не сильно как бы они басисты но не такие немного суховатые в плане музыки но для для тренировки звучание я считаю это отличнейшая плюс сразу я когда еще первый то есть я покупал переживал как они будут вести себя в тренировки и принципе бывает там знаете под там ничего не мешает абсолютно я первыми попробую пропользовался больше года и они себя отлично зарекомендовали вот данный момент я демонстрирую упаковку как они вообще изначально были упаковка очень проста комплекты берущей и в принципе бумажки и просто бокс с наушниками все было в пленочках все было аккуратненько заклеено также не забывайте на самих наушниках тоже есть на контактных на контактах тоже есть наклеечки поэтому они сразу у вас не будут работать то есть вы должны отклеить контактики да они у вас уже сконнектятся сами наушники ну все на большом на высоком качестве качество там сборки мне лично нравится за эти деньги в принципе я бы не брал вот эти дешевые какие-то малоизвестные китайские бренды так как саоми есть саоми плюс я к саоми пользуюсь техникой уже на больше пяти лет поэтому я знаю о чем говорю и думаю многие тоже сами понимают это единственное в комплекте хотелось бы конечно еще видеть кабель микро usb хотя бы такой маленький как они идут как какие идут с пауэрбанками принципе не хватает я бы сказал так стоят в комплекте берущей видите средний набор то есть есть больше еще и есть меньше но я скажу лично мне средний как раз вполне устраивает то есть я вот этим комплектом я вот распаковал вам показал я им даже пользоваться и не буду то есть те что стоят на наушниках меня вполне устраивает отлично подходят также во время тренировок наушники практически никогда не выпадают то есть мне это нравится они удобно фиксируются на мое удивление хотя они такая конструкция сразу когда увидел еще первое довольно неоднозначно как как мне казалось что они такие крупненькие тяжеленькие будут сухо с время стремится выпасть вот на схемах указано про про наушники основная информация где заряжать ну где что как и даже крепить смотрите то есть все полностью указано то есть инструкция на китайском нет ничего сложного по картинкам спокойно увидеть и понять что как пользоваться тут все предельно просто и меня очень удивляет они очень быстро это те вторые коннектится с телефоном просто молниеносно я бы сказал и удобно что в отличие от первых например берешь 1 ухо вставляешь сразу коннектируется берешь 2 сразу они 20 коннектируется берешь 1 ложишь в бокс то есть ну они очень быстро реагируют и очень быстро отвечают скажем так то что именно делаешь то есть одно ухо можешь ходить можешь ходить только с другим можешь парой слушать никаких проблем коннектируется не очень быстро с устройством плюс у меня еще телефон к салоне поэтому максимально на что возможно коннект единственное сразу советую вам прикупить силиконовый чехольчик они там очень дешевые эти чехлы там по доллару есть по полтора там есть дороже есть дешевле поэтому чехол силиконовый можно в принципе взять если вам вот эти мелкие срапинки не нравятся и вот AirDOS 2 на телефоне сейчас покажу как они могут коннектиться открываете берешь наушник к примеру только вставляешь его в ухо видите сразу замигал такая цветная лампочка сразу происходит коннект то есть ты в принципе пока с бокса вытащил его ставил в ухо он уже сконнектился и вы уже видите что у вас устройство сопряжено разговор слышно если под ним разговаривают слышно средний то есть бывает шумы окружающие улавливают бывает слушателям вашим может быть плоховато слышно иногда да такие моменты бывают то есть микрофон тут скажем так остает желает остает желать лучшего смотрите вот второй наушник вот я первый положил второй сразу опять сконнектился то есть сопряжение у них очень быстро если в первых вот это была проблема что они могли быстро сконнектиться а могли ну так долговато скажем так бывало между собой наушники не коннектились когда два достаешь смотрите вот достал два один со вторым сконнектился коннект с телефоном все по пределах нескольких секунд я считаю это отлично плюс я говорю я пользуюсь ими каждый день вообще вот каждый день утром там на работе там по возможности после работы и вечером там тренировки просто каждый день использования наушники я считаю отличные и реально можно рекомендовать за такие деньги я скажу честно другие даже не рассматривал там есть типа симпатичные боксы есть там не показывают ну как малоизвестные китайские производители есть там и отображают процент зарядки на боксе конечно вроде красивого и удобно кажется но качество там сомнительное я не пробовал не могу точно вам ответить а ксауми есть ксауми у них техника вся качественная сколько они пользовались а у меня нареканий еще ни разу не было на их технику именно поэтому в принципе я сразу ксауми себе рассматривал то есть вторые из практики я вам скажу реально есть смысл и в принципе если нормально пользоваться вам их надолго очень хватит меня в принципе еще и первых автономность вполне устраивало ну вторые они реально доработать они реально лучше становятся то есть с боксом вам принципе вот кстати видите вверху такие наклеечки вот это они были на контактах на самих наушниках то есть вы тоже должны их отклеить потом наушники вставить в бокс сконнектиться заградить бокс и можно наушниками пользоваться ну и по автономности повторюсь что с одним боксом вот этим полностью заряженным если наушники заряжать и опять пользоваться хватит больше чем на сутки использования если так брать очень надолго их хватает скажем так то есть тренировка у меня примерно около часа плюс там слушание музыки то есть в принципе во время тренировки они еще ни разу у меня не садились естественно и когда вставишь в бокс они еще больше чем наполовину хватает у них заряда в принципе очень доволен и скажу повторюсь звучание не самое идеальное естественно что тут не будет у вас там самого топового звучания но басы есть да такие суховатенькие но для тренировки как по мне лично для меня это более чем я не стал демонстрировать их звучание потому что бессмысленно мне кажется через записывающие там устройства через видео они не так передаются как они есть в реальности к тому же сколько людей сколько мнений то есть каждому понравится другу скажет вообще не устраивает там у всех разные запросы лично мое субъективное мнение за эти деньги это отличный вариант если у вас есть опыт использования первых или вторых или аналогичных наушников пишите в комментариях делитесь своим опытом если есть чем дополнить пожалуйста дополняйте пишите комментарии не забывайте подписываться на канал оценивайте видео на этом все спасибо за внимание до новых встреч всем пока до новых встреч пока